всем привет давно я не снимал новые видеоролики появилась сегодня свободное время выходной день также появились домашние хлопоты домашние дела я приехал сейчас в хозяйственный магазин такой большой гипермаркет строительных материалов мне нужно купить акриловый герметик шприц может еще хоть мелочуху вот ну и заодно решил поснимать что есть в магазинах как продается вообще работает такие торговые сети напомню сейчас моя семья в канаде поэтому здесь есть интересные вещи непривычные нашему взгляду магазин холм типа в целом очень похож на леруа мерлен который я привык видеть у нас в россии вот в принципе внутренняя структура магазина очень похожи также стоят стеллажи балетная выкладка где-то электроинструменты и материалы так далее вот здесь в принципе продается практически все что необходимо для постройки дома единственно не знаю продается ли здесь щебень песок цемент ну можно посмотреть есть ли она здесь заходишь в магазин и здесь уже нас встречает выкладка рождественская видимо канадцы хотят и привыкли готовиться заранее ко всем праздникам поэтому здесь все за два месяца выкладка хэллоуину всякие скелеты всякие черти полосатые и так далее здесь мы около входа видим грильницы это гриль на газу честно говоря не сильно мне эта тема нравится потому как вкуса шашлыка от нее вообще никого нету ни дымка ничего таким же успехом можно жарить в духовке вот но тут елочные игрушки всякая билиберда праздничная сразу пошли газонокосилки разных фильм фирм вот допустим devolt а нет это не газонокосилка это чтобы пахать землю 1300 канадский доллар стоит 70 рублей вот и цены указаны ценники не конечные потому что здесь ндс не включен в цену то есть надо прибавлять все в голове 13 процентов ко всем ценам некоторых магазинах ндс не начисляют потому что товары некоторые не облагаются и здесь получаются лопаты грабли такой садовый инвентарь я бы сказал пылесос ну допустим такая вот штука чтобы ветки пилить 400 баксов вот мой кд вольт на аккумуляторах прикольно тема 200 баксов здесь топорики топорик вот самый дешевенький вижу 33 33 бакса то есть помножить на 70 это 200 плюс налог для 500 наверное где-то будет вот дальше нас осветительные всякие штуки люстры светильники получается в мире инструментов на канадском рынке основные это дешевый сегмент риоби вот я принципе реоби работал ну пока что у меня негативных отзывов нету но как говорят недолговечный инструмент такой эконом класс дальше у нас идет из среднего это наверное макита вот после макиты идут два топовых сегмента это девольт и мелвокер в принципе практически все работе работают с девольтом либо с мелвокер вот здесь у нас краски это не особо интересно вот эпоксидные здесь очень модная тема в гаражах на каких-то площадках закрытых заливать эпоксидные полы вот они продаются прям сразу наборы для гаража там внутри две емкости их миксером смешиваешь и валиком красишь пол получается что сразу водонепроницаемая такая тема получается это у нас пламбинг это у нас сантехника здесь в принципе все что нужно для водопровода увидеть здесь наши трубы для пайки которые мы привыкли проводить водопровод нет невозможно их здесь нет попросту ими не пользуются вот арматура для подключения унитазов сифоны всякая бельберда бойлер вот бойлера это конечно такая вот история цены на такую технику очень хорошие получается почти 900 на 60 галлонов если не ошибаюсь в галлоне около 4 литров 6 и 4 240 литров вот получается все измерения идут в дюймах или инчи по-другому вот 59 пинчей высоту чуть ниже моего роста наверно где-то метр шестьдесят вот очень популярная тема они ставят везде прямо не одинаковые одинаковую фирму везде ставят вот всякие патрубки вот сифоны кстати здесь водопровод проводят либо в меди либо в пластике вот очень часто можно увидеть сифоны пластиковые вентиляционные колена различные так как здесь дома деревянные соответственно и воздушное утопление делают через тепловые насосы они кстати здесь очень популярные внешний блок устанавливается на улице внутренний блок устанавливается в подвале и по дому разводятся вентиляционные шахты и вот они решеточки для забора для выпуска воздуха какие хотите они прям монтируются в пол вырезается отверстие и вставляется тут же можно найти фильтры для этих тепловых насосов потому как воздух гоняется по дому по кругу с выбросом на улицу и забором чистого воздуха все это дело пропускается через большой фильтр это как картридж который вставляется в огромную такую как и даже не знаю сказать ну как в машине фильтр также и там вытаскиваешь вставляешь новый и все и система ощущается дальше идет сантехника уже такая более профессиональная инструменты различного типа вот из гаечные ключи такие прям серьезные по 150 по 200 баксов есть даже труборезы вот как нормальная тема труборезы для медной трубки есть же и пластиковые режут либо секатором вот секаторы монтировать трубопровод очень здесь легко я бы сказал потому что режется пластиковая черная труба мажется клеем вставляется фиксируется цел клей моментально засыхает вот колено для пластиковых труб продаются большого диаметра к примеру трубы дальше идут маленького диаметра вот вот такого плана они мажется клеем изнутри мажется труба который хотите ставить и она плотненько 100 вставляется хлоп заклеилась и зафиксировалась вот но есть нюанс чтобы работать сантехником электриком водопроводчик кондиционерщиком вообще практически любой профессии необходимо иметь лицензию лицензию соответственно что получить необходимо иметь образование и опыт работы в подмастерье то есть сначала нужно получить опыт работы потом отучиться и получить лицензию вот он кстати клей в разных объемах вот в таких баночках и пробки здесь прикреплена с внутренней стороны что-то вроде кисточки такой спонжик на палочке вытаскиваешь на нем уже есть клей по консистенции очень похож на клей момент вот продаются вот такие штуки для зачистки труб очень удобная тема изнутри и снаружи стоит получается 22 канадских бакса это самый популярный диаметр трубы который используется для водопровода и кстати давление в водопроводе достаточно высокая я конечно не знаю сколько но она очень сильная ванну воды можно набрать буквально за две минуты вот вот это прикольные краны это уличный кран он вкручивается внутри дома вентиль находится снаружи и когда хочешь закрыть воду он закрывается аж вот там самом начале и получается что вода не замерзнет зимнее время очень удобная прикольная тема кран такой стоит 35 баксов в среднем зависит от диаметра и глубины стены вот есть вот такие вентиля это под резьбу зву и соединение она не для пайки полипропилен здесь не паяют здесь вот такой полипропилен но его клеят дренажные трубы белые а вот медная получается одна вторая стоит 40 баксов за 12 фит 12 фит это 12 дюймов это где-то около наверное 3-4 метров наверно 4 метра и сказал также есть коротенькие вариации кому надо можно взять один метр вот есть обожженная мягкая труба 1 2 114 баксов стоит это примерно на 10 тысяч рублей выйдет вместе с налогом бухта 1 2 и 10 еще внутри всякие различные муфточки ну такие же муфты я использовал для пайки меди с кондиционированием и цена в принципе также в районе 100 рублей она стоили если я не ошибаюсь тут также любые углы любые диаметры вот операция по сантехнике дальше у нас здесь идут краски лаки домашняя техника ванны и душевые кабины так далее здесь вот такая штука и если кто-то не хочет класть плитку вокруг ванны можно установить как душевой кабине закуточек вокруг ванны будет сделано с пластика и будет стоять на ванной всего лишь стоит 82 баксы и вот ванна к нему получается стоит 478 баксов ванная дальше идут примеры как можно сделать ванную поставить вокруг плитку покласть вот такого плана ванная как сказать островок который быстро оденеть в центре санузла стоит 1000 баксов вместе смесителем они вместе с этим смесителем смеситель еще стоит и хаточку того полторы тысячи бакс чаши так ну ладно погнали дальше поближе к инструментам там более интересные ну тут прям в центре магазина стоят палеты с штукатуркой шпатлевкой плиточный клей но это плиточный клей потому что тут рядом и сама плитка собственно разных фирм разных производителей соответственно тоже разную цену имеется допустим но такой вот керамогранит примерно метр на полметра стоит 484 за скверфуд скверфуд это получается 12 на 12 ничей где-то 25 на 25 сантиметров стоит почти 5 баксов вот но это плитка конечно не самая дешевая наверное из премиальных вот у нас получается ламинат ламинат стоит 2 бакса вот самый дешевый один с копеечкой за скверфуд 25 на 25 сантиметров стоит получается 18 примерно такой же ламинат я по-моему уложила себя можно чуть получше вот ну такие вот получается цены честно говоря не знаю даже сколько в квадратных метрах один скверфуд если я не ошибаюсь где-то на 08 я делил получал квадратный метр нажал ладно надо разобраться не буду обманывать дальше здесь коврики всякие здесь коврики ламинат плитка здесь у нас получаются вот такие вот покрытия я думаю что многие их видели не знаю продаются ли они у нас в россии это такая как бы гидроизоляция которые кладут от напольное покрытие даже под плитку это понимаю сверху мажут ее и клеит плиту вот так вот продают батарейки можно взять сразу целый набор различных батареек 20 баксов стоит пилы на сабельку вот интересного дышка кто помнит цены такие vd 40 большая банка стоит 9 баксов она также различных типов здесь есть вот это мне интересно здесь потому что я знаю цены горелку на мат газ я покупал примерно наверно вот такую она у меня была поворотная здесь получается 30 баксов стоит такая горелка вот он есть есть набор 70 баксов стоит горелка плюс баллона это синий баллон это пропан не матка нас вот ниже mapgas уже стоит почти сотню дороговастенько конечно баллон нас стоил 700 рублей когда я покупал это 10 баксов и горелка 10 баксов а тут целая сотка вот так вот ребятушки цены здесь ого-го припой это такой понимаю оловянный припой чтобы медные трубы паять сантехнику проводить также есть медный припой наверное нулевочка сразу как леска в бабе намотана стоит 17 баксов ключи набора инструментов вот набор ключей 60 баксов стоит для ловками здесь нас замки перчатки таких только перчаток нету наколенники такая как бы зона защитных инструментов наушники для защиты от громких звуков и очки монтировки молотки кувалда вот молоток милвоки 50 баксов другой тип 50 баксов плавненько мы подошли к электро инструменту вот электро инструмент при обе я говорил это самый дешевый сегмент вот у них тут представлено конечно все 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 что есть получается настольная пила 512 баксов но честно говоря сейчас по моему devolt стоит 350 точно такая же 350 519 этим акционом целого есть трассовочная пила 500 баксов фонари фены и радио и здесь у нас сабельные пилы вот сабельные пилы нескольких видов лобзики аккумуляторные есть фрезер аккумуляторный это наверно даже не для фрезеровки а чтобы делать отверстия осб дсп фанере шлифмашинки получается болгарки триммеры вот это триммер по моему если не ошибаюсь триммер дальше nail gun и вот такой штукой я работаю нет не такой вот такой очень удобно в принципе бывает глючит не знаю 150 баксов стоит глючит бывает почему-то не стреляет непонятно не перезаряжается он получается не пневматический он работает без воздуха на аккумуляторе я так понимаю здесь стоит какая-то помпа которая с пружиной перезаряжает там и стреляем гвоздики тонкие но длинные плентуса приколачивать самое но ну и конечно же шуруповерты перфораторы и маленькие пилки всякие это риоби вот шуруповерт самый простенький 79 вот он получается devolt настольная пила 729 но это аккумуляторная и бесщеточная получается брошлась это бесщеточная а это ли электросети которая работает 359 я смотрел буквально вчера на амазоне интересная пила и тоже работаю регулярно пилит очень хорошо оборотистая но которая от сети работает в принципе можно пилить дсп фасады кухонная дсп кромку не ломает не грезет ровненько так вот здесь вот из-за выкладка идет девольтовская здесь что только нету фонари вот такие 80 баксов радио радио магнитолы 260 160 229 фен фен аккумулятор devolt первый раз вижу это получается что такое это наверное эти гипсокартон крутить лобзики тут конечно у девольта поинтереснее инструмент вот хорошая парке . аккумуляторная вот здесь немножко другая это у нас получается без щеточная это щеточная обе щеточная стоит 219 разница небольшая но тут и размер диска разная девается мне и 200 баксов вот потом у нас шуруповерты пилки я себе здесь купил шуруповерт по акции простенький был за соточку даже не знаю где он здесь сейчас что то вот вроде вот такого комбо вот такой за 100 баксов я купил не знаю где он здесь лежит в общем была акция у него была скидка пациентов 30 мне очень захотелось его провести так дальше у нас сабли вот сабля такая прям массивная все что мне нравится здесь продаются комбо набора получается комбо набор в нем идет триммер сабельная пила и два шуруповерта один импак один обычный и все это дело стоит 600 баксов в комплекте идет два мощных аккумулятора зарядное устройство и сумка удобно удобно можно сразу приобрести все вот они два шуруповерта в принципе такие массивные импак идет без щеточный сабля идет без щеточная и триммер идет без щеточный триммер на это триммер или нет нет это не триммер это похоже что болгарка электрическая хотя нет на фотографии триммер нарисован есть вот такие огромные бандура это прям четкий перфоратор аккумулятор сюда нужен такой прям серьезный 440 баксов стоит вот еще 440 это у нас паркетница вот такая вот и болгарочка такая прям мощная мощная с забором через фильтр забором воздуха вот такая дрель и тоже аккумуляторные окладушки посмотрим дальше что ну вот по такой вот акции я взял свой шурик сейчас уже здесь нету здесь получается есть спешил бай комплект из двух шуруповертов 229 это было было 289 теперь 229 получается скидка 60 долларов дальше мелоки у мелоки тут конечно выбор будет похлеще тут целых два ряда но маркетинг вкладывает мелоки много средств тоже шуруповерты по 350 200 баксов различные по мощности по типу по тяге закрутки так далее я так понимаю что здесь вот такая паркеточка аккуратненько сколько стоит 148 аккумуляторная я так понимаю что здесь основная стоимость инструмента это аккумулятор потому что некоторые инструменты продаются без аккумулятора в комплекте так и написано что продается только одна тушка то есть сам инструмент аккумуляторы нужно покупать отдельно вот получается настольная пила мелоки 600 баксов и мелоки торцовки тоже 600 баксов может прям такая серьезная штука массивные мы работаем с дэвольт здесь такое я не вижу торцовка дэвольт который работает от сети здесь только аккумуляторные наверно другом стенде проводные это прям серьезно такая штука вставил включил и светло везде вот такой среднячок макита вот хороший комбо 700 баксов стоит здесь у нас идет аккумуляторная болгарка сабельная пила паркетница фонарик импак обычный шуруповерт таким импаком я работаю очень хорошо работает не подводит вот можно такой приобрести ну хотя я бы не сказал что цены намного дешевле макиты либо другой макита дэвольта или мелоки тоже хорошие цены я сказал кусачий а вот ниже продаются аккумуляторы вот смотрите аккумулятор стоит получается 250 баксов два мощных 4 амперных аккумулятора шуруповерт может стоить полторы сотни или даже 100 баксов аккумулятор целый один получается 125 там 130 будет стоить перфоратор на два аккумулятора вот такой первый раз вижу два аккумулятора 18 вольт плюс 18 вольт вот это пушка 400 баксов стоит двух аккумуляторный вот это гайковерт но это наверно для серьезных вещей там либо на автосервис либо еще куда-то вот такой аккуратненький маленький наилган щик плинтуса прибивать 500 горе обе был простенький наилган там что-то 150 вот это хорошая пилочка прям такая массивная это не получается торцовочники до дэвольта здесь стоят 300 баксов вот таким вот торцовочником мы работаем не скажу что супер хороший но и неплохой здесь отдел электрический не и пневматические наилган здесь электрические тоже прямо на серьезные гвозди серьезные аппараты вот такой большой 7 амперный аккумулятор просто огромные чтобы понимали вот моя рука он прям такой огромный огромный 700 баксов ну конечно куда гвозди будет забивать такие прям сантиметров по десять бах бах мощь нужна хорошие здесь продаются гвозди ко всему этому делу бывают гвозди скрученные в рулончик как улиточка вот и бывают но допустим для наилгана такая вот обойма вставляется вот такими мы работаем вот вставляется по типу как степлер строительный только электрически забивает различные они бывают по длине и бывает еще по саму толпы толпа толщине стерженька здесь насадки для триммеров просто шлиф машинки диски на болгарки фонарики он здесь дальше идут электрические уже инструменты почему-то тенденция уходит на аккумуляторы проводных инструментов становится все меньше меньше я так замечаю что здесь проводные дрели они прям все здесь пыльные никто их не смотрит не сильно интересный нашли в машинками уроки 100 баксов вот такой машинкой учет шлифовали недавно перила я устанавливал деревянные перила по-моему такой вибрационный а вот интересная тема продается если вдруг сильный дождь ураган или просто где-то протечка вот такие штуки вот наверное знаю внутри или воздух чтобы не пропускали такие они плотные они как бы могут и и как быть тяжеленькие чуть-чуть они могут и воду видимо в себя впитывать и воздух не пропускают для окон и для дверей и такие штуки с веревочками можно связывать если холодно либо дует ветерок их подкладывают ну непонятно мне тоже проще наверное окно делать качестве двери двери мне интересно я снимал как-то ролик здесь двери продаются вот такие уже сразу с коробкой в них нет только замка петли уже присутствуют коробка они зафиксированы запакованы привозишь ее вставляешь в проем nail gun прибиваешь подставляешь конечно брусочки брусочки кстати тоже здесь продаются для установки окон дверей и прочего прочего называются shindles такие щепки тоже интересные так дальше вот там идут у нас доски рейки всякие плинтуса двери такие уже премиального сегмента кстати цена на дверь цена на дверь 218 215 ну в самые простые двери получается около двух сотен стоят межкомнатные 200 260 219 но в этот магазин на я так понимаю еще не самых дешевых если выбирать специализированный магазин чисто с одними дверьми то там можно найти подешевле варианты о сто девяносто восемь сто восемь ну да вот это самые простые двери вот зачастую их ставят пустые они внутри либо бумага фанера 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 как вот у нас бумажные продаются здесь они только такие вот как будто бы резные а вот на самом деле это mdf люди здесь не парятся не бегут за качеством за качеством за каждой царапинкой пылинкой не идут вот какие и монтажная пена это достаточно редкий продукт здесь и не сильно часто пользуются 20 баксов баллон стоит вот переводе на рубли наверно где-то полторы тысячи рублей один баллон стоит конечно можно подумать дорого-дорого но здесь и доход у людей другой другие деньги зарабатываются средняя зарплата 25 наверно в долларов сейчас 20-25 это тоже часы работает а если издельная оплата труда вот такой вот набор гаечных свечей бренда хаски за 50 баксов здесь ключи получается 1 2 3 10 ключей здесь идут деревянные двери для амбаров бань куда придумаете туда повесить здесь наши инструменты вот такой вот маленький уровень 3 бакса интересно такой вот стэнли это эконом сегмент 9 долларов рулеточка набор отверток пилка для гипс из картона ножи нож я бы купил нож мне нужен молоток 15 долларов нет молоток получается 9 получается нож 5 баксов нож это молоток дороже также всякие цепи крепления для цепей веревки замки петли здесь начинаются саморезы саморезы тоже гвозди такая история непонятные цены казалось бы как бы вот есть маленькие коробочки саморез получается на квадрат стоит такая вот коробочка 300 на доллара 10 на 1 1 2 это 10 штучек длина шурупа полтора дюйма ну допустим саморезы под квадрат квадратом здесь дерево длина шурупа получается 3 с половиной дюйма 10 это все-таки ширина наверное не знаю такой средний шуруп я сказал не толстый не тонкий 20 баксов за 100 штук 20 получается центов за штучку да здесь различные биты биты для выкручивания убитых шурупов большие коробки саморезов есть такие по 1000 штук по 500 штук вот коробка большая 5000 штук 64 доллара 5000 за 64 доллара конечно дешевле попасть когда сразу много шурупов как в принципе все остальное болты не знаю что на них бетон укрепится либо балки большие скручивают куча разных саморезов это все идет у нас под квадрат для дерева вот рядом вот гипсокартон а нет гипсокартон мы пропустили там начинались шурупы гипсокартон идет под крест либо для металла либо по дереву а это для работы по дереву под квадрат ну вот смотрите какие интересные саморезы нашел получается у них идет резьба потом заканчивается потом опять резьба и потом вот такая вот маленькая шляпка под звезду вот такая вот штука прикольно такое как бы скрытое крепление это наверное для половой доски точно точно 24 бакса 60 миллиметров 100 штук 24 бакса здесь они разных размеров и направляющие есть 80 баксов чтобы в косую крутить дверные петельки 8 баксов 7 8 в зависимости от размера цвета это где-то 700 рублей стопоры всякие крючки опять дверные ручки наборы ключей снова вот такие ведра продаются в магазине стоят такое где-то литров на 12 3.27 3 бакса стоит ядро вот такой вот шпатель очень удобная тема не знаю в россии что я не видел или не обращал внимание вот очень удобная тема и отрывать имплинтуса можно и сбивать как зубилом какие-то мелкие гвоздики и кочки и шпатлевку старую срезать 10 баксов стоит просто такая не убиваемая штука универсально туда же открывашка есть есть пару вырезов под гайки такая вот заостренная сторона сверху и сбоку удобная тема а вот можно купить заборчик уже готовые элементы продаются которые на станке выдавлены металлические либо из переработанного пластика это у нас пластик внизу металл либо сразу крашен металл вот с разной фактурой с разным рисунком рядом у нас фанера это маленьких размеров это фанера скорее всего для сборки мебельных каких-то элементов кухонных допустим кабинетов шкафчиков здесь продается плайвуд плайвуд это фанера здесь она называется плайвуд вот лениная фанера здесь получается фанера идет спазм которая забивается либо пол стелить либо стены здесь разное назначение вот зеленая допустим она может служить для стен там либо для пола это уже в избе пошло не по цветам не ориентируясь один лист получается 41 бак стоит три четверти толщина три четверти это как дсп 14 16 миллиметров один лист 42 бакса вот так вот такие цены фанера 84 лист фанеры 84 бакса лист dvp такое вы видели я еще не видел хотя уже был много раз в этом магазине обычные базовые размеры как у гипсокартона наверное 56 долларов лист dvp вот такие дела он верно стоит просто не стоит а весит нереальное количество килограмм тонкие usb тонкие usb 69 долларов к надо что-то все-таки здесь делают не привозит здесь дальше идут для заборчиков кита здесь продается кстати древесина для внутренних работ и для наружных это для наружных она сразу пропитана она темная для внутренних работ она светлая с той стороны дело древесины пройдем посмотрим а вот это кстати станок прикольнее как-то я видел на нем заспилят устанавливается сюда щиты можно здесь на месте за определенную плату распилить вот этим станком огромным лист что любому размеру щетки офигенно ровный будет стил вот получается для наружных работ это как правило строят беседки либо кита навесы они уже пропитаны они будут стоять под открытым небом десяток лет и изгниют вот у них есть такая вот перфорация и они были не то что просто покрашены они были лежали в емкости с какой-то химии и потом сохли то есть они очень влагостойкие и устойчивы к грибку снегу воде и так далее вот особое внимание хочу уделить вот доске здесь не продаются не продают доску как у нас обрезная такая лохматая вся с которой можно занозы поймать я раньше смотрел видеоролики не понимал как люди строят деревянные дома и работают без перчаток при этом бедные их руки а вот так работает вот смотрите какая доска гладкая доска есть конечно здесь кое-где ворса но в целом целом доска гладкая у нее чуть-чуть скошные уголки этого доска называется тубайфо 2 на 4 2 на 4 это самая распространенная доска вот 2 на 4 2 на 4 и на 8 получается что 2 инча на 8 инчей это ну то есть дюйма и 8 фит 8 фит это в длину это как лист гипс-картона два с половиной метра в принципе это стандартный размер высоты потолка в комнате если из них строят каркас стены то строят конкретно из этой доски тубайфо называется 15 баксов стоит одна дощечка ну и дальше уже есть различные рейки доски других вариаций есть вот тубайфо для наружных работ 9 баксов стоит вот здесь какая-то химия не высохла первый взгляд это может как раз и грибок это не такие вот из речек сделаны декоративные какие-то заборы брус для строительства беседки наверное такой брус как шпалы 42 доллара стоит штучка такой прям массивный массивный сантиметров 15 на 15 так если посмотреть прям ровненький ровненький доска 2 на 8 стоит 58 и в длину на 16 16 вот такая получается как два листа гипсокартона примерно 5 метров 38 баксов такая доска стоит цены конечно слабо если делать ремонт либо что-то строить цены не слабые вот 19 долларов стоит доска два раза меньше как раз цена одинаковая 19 стоит 20 метров 5 метров 38 вот такие бруски что из них делают непонятно прям такие кругляки какие-то кто-то собрался построить корабль или лодку и часа он убрал вот это станок аппарат конечно распилить все угодно рядом сразу пылесос с фильтром стоит следующий отдел здесь идет вагон очка у нас красивенькая такой простенькую это не вагонка такая террасная к этот на террасных доска как она называется блин не помню панели для обшивания дома с улицы снаружи вот они длинные широкие недостатки толстые получается 16 баксов вот у нее толщина 1 на 6 1 ничем 20 на сантиметра толщина 6 ширина вот так вот 6 дюймов и в длину 12 фит метров 6 6 до метров 6 до метров 6 вот такая вот вагон очка мелкая 6 баксов штучка 6 баксов 1 дюйм в толщину 1 дюйм в толщину 1 дюйм в толщину вот такая вот 6 7 долларов вот такая есть доска она уже покрашена какой-то пропиткой серый такой прикольный цвет для декорирования потолка либо да просто можно как сайдинг на улицу колотить дом снаружи одну на другую заходить вот так елочкой идти и будет прикольно и доска обработана будет долго стоять если ее за ней следить повторно и обрабатывать листы дсп такой верхловатый дсп видно на спил плотнее лист дсп 80 баксов толстый снизу цену здесь есть уже вот такие готовые щиты можно взять сделать шкаф самостоятельно по высоте режешь это дсп 30 баксов стоит такой высокий лист один купить но пополам порезать вот можно сделать шкафчик гладенькая фанера это полированная фанера гладкая прям финишная финишная такая прям хорошая соточка почти 91 бакс здесь много разной толщины цвет мебельные щиты мебельные щиты тоже для разных назначений допустим три четверти толщиной это 16 миллиметров 40 долларов стоит вот такой щит 20 на 48 это где-то полтора метра на полметра вот здесь вот продают лес прям пачками здесь тубай фо должен быть подешевле здесь потому что лежит конкретно для строительства там такое прям для декора для декорирования в конце тубай фо здесь другие размеры вот он тубай фо такой базовый самый для работы 4 бакса там да там был более гладкий декорированный для каркаса дома обычно используется такой вот простой углами нигде есть кара доска чистая 4 бакса одна доска такая которая спорта для строительства каркаса и войсб даже есть фанера обработана для наружных работ молоточки молоток плюс киянка резиновая киянка 20 баксов бумага вот стремяночка 49 долларов стремяночка это получается для ванных комнат маленькие листики гипс-картона ну вот это не гипс-картон и это такое как бы асбеста какая-то бетонная армированная стекловолокном плита ее под плитку прикручивают внутри деревянных домов обрабатывают и сверху плитку это дэншилд гипсоволокно гипсокартон но он обработан каким-то таким цементным раствором он очень тяжелый и прочный из него сцепится стекло если его резать как и стекловатый металлический профиль здесь не особо популярный материал потому что в основном из древесины все строят но даже вот 10 процентов скидка это не скидка короче вот профиль межкомнатный 2 1 2 это вот межкомнатные перегородки делает из такого 8 баксов стоит но дешевле за 4 поставить брусок деревянный чем делать металлический поэтому это более популярно делать из дерева здесь идет гипсокартон 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 24 бакса размеры разные вот есть длины метра 4 наверно лист 9 фитовый 8 фитовый 20 баксов разные толщины опять разные длины вот обычный 16 баксов гипсокартон 16 баксов здесь идут у нас уголочки для шпатлялки различные шпателя это не отделал конечно шпателей так про между прочим вот такая вот удобная штука чтобы шлифовать потолок на шарнире как карданный вал можно ее крутить вертеть в разных направлениях шлифовать потолок стены вот это удобный шпатель полукруглый он чуть-чуть под изгибом это чтобы из круглого ведра выгребать подлевочку получается шпатель такой для работы 32 доллара сетка серпянка бумажные ленты шпатлевка жидкая в ведрах шпатлевка сухая фирм здесь не особо много различных и как правило на мешках прям пишут двадцатка там 20 минут к 90 для разных слоев разное время высыхания 45 90 в общем разные шпатлевки здесь опять удлинители штанги для поддержания чего-либо если нужно поставить зафиксировать допустим там лист с картона либо еще что то такая штанга она как домкрат работает я так понимаю ее выдвигаешь вверх назад она не идет удобная тема можно шкаф повесить одному приподнял зафиксировал и дальше прикручиваю делать что угодно вот здесь на картинке приведена инструкция как пользоваться утеплители 122 бакса 79 71 тоже разная плотность по-разному стоит ну цены конечно да здесь такие прям кажутся космическими 89 такая прямо на достаточно плотная року даже есть пенопласт плотный который пенополиостерол по называется 82 бакса огромная плита размером как гипсокартоновый лист и 5 сантиметров в толщину вот такой вот пенопласт им часто снаружи обшивают дома в общем огромный огромный такой хозяйственный магазин куда можно приехать и найти все что тебе нужно вот я буду заканчивать заберу уже наконец свой герметик поеду делать свои дела спасибо что посмотрели если досмотрели до конца ставьте лайки подписывайтесь всем пока до новых встреч будьте здоровы в итоге я купил получается алекс плюс это что-то вроде акрилогерметика шприц нож и супер клей обошлось это в 28 баксов вот такие цены здесь если не ошибаюсь пистолет 9 нож 4 герметик 4 и супер клей всем